Знаете что? Наверное, я должна быть благодарна своему происхождению, потому что во мне течет китайская и грузинская кровь. Маргарита Лю рассказывает о своей необычной жизни. Она родилась и прожила 22 года в Китае, хотя всю жизнь мечтала увидеть Грузию, откуда ее корни. Осуществить мечту помог случай. Лучших студентов посылали на стажировку в СССР. Все тянулись в Москву или Ленинград. Она выбрала Тбилиси. Хотелось видеть эту страну, где родился мой отец, несмотря на то, что китаец. И моя мама, естественно, грузинка. Вот так вот случилось, что и я в 22 года попала в Грузию. Ну, очень странное ощущение, конечно, было, что очень незнакомая, в то же время очень родная обстановка. Это, наверное, бывает редко. Вот как-то именно из-за моего такого происхождения это было. Именно благодаря своему происхождению Маргарите Лю удалось стать проводником между двумя народами и культурами, соединить их в своей судьбе. Молодая студентка из Китая вскоре сама начала преподавать. Приглашали читать лекции ведущие вузы республики. В Академии, потом в ГПИ на архитектуре я преподавала, потом в университете на факультете искусства. Так мне повезло, что все учебные заведения в Грузии почему-то в Билиси. Я перепробовала. Я замечала, что людям Китай очень интересен. И была интеллигенция уже не молодая, старше меня возрастом, которая увлекалась, конечно, на русском языке переводы китайской литературы. Китайский язык в Грузии первой стала преподавать именно Маргарита. Да, это было в середине 80-х. Интерес к древнему языку колоссальный. У каждого была своя мотивация для его изучения. Я была потрясена, как только объявили на первый урок, сто с чем-то человек пришло, начиная с школьника, кончая пожилыми людьми. Впрочем, Маргарита работала не только со школьниками, но и с первыми лицами государства. Еще в Арнаде, тогда я помню, в самолете еще он мне дал речь, чтобы я перевела бы на китайский. Потом вдруг кто-то, я сижу, перевожу на столик и так, кто-то стоит сзади, смотрю, он. А он так пораженно как-то смотрит. А вы что, и писать умеете эти уроки? А я так обалдела и говорю, а как же я жила бы в Китае? Как я училась бы, не знаю, иероглифы. Она и по сей день много работает с молодежью, издает книги, переводит, уверена, что культура и образование закладывают фундамент уважения и доверия между народами. Бриллиант, сдайте. Человек должен быть добрый. Вот я ни с чем не сравню доброту, с чем бы там ни было бы. Вот когда человек в корнях добрый, это очень ценно. Потому что человека очень легко, как сказать, озлобить, раздражать, превратить из него какого-то монстра. Это все-таки самое главное. Любить природу, любить животных, любить людей. Что может быть лучше? Маргарита уверена, несмотря на видимые различия, китайцы и грузины очень похожи. У них общие ценности и вера в людей. Да и сама жизнь Маргариты – живой пример того, что из себя представляет сообщество единой судьбы. Михаил Рубакидзе специально для Сичи Тиен из Грузии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!